Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Ну вот страшное видео, конечно. Вот сколько таких покинутых стариков сейчас в Мариуполе? Вот есть люди, которые живут в палатках на улице, да? Вот уже сказали, минус один ночью, плюс сильный ветер. Ну, это тысячи. Речь идет о тысячах людей в конечном итоге. Абсолютное большинство из них действительно это старики, это люди пенсионного возраста, которым сложнее всего позаботиться о себе и которые абсолютно брошены оккупационной властью на призволящее. Поэтому и температура опускается, погода ухудшается. Ноябрь вообще тяжелый всегда месяц для Мариуполя, потому что идет резкий перепад температуры просто к понижению. Температура на улице, добавляются еще азовские ветра. Это отдельная страшная история, которая выхолаживает абсолютно все. Поэтому действительно очень тяжелая ситуация. Особенно, я живу, для тех, кто не может позаботиться о себе сам в полном объеме. Это в первую очередь старики. Их на сегодняшний день в целом в Мариуполе не менее 50-60 тысяч прибывают таких людей. И абсолютное большинство из них действительно живет в таких условиях, как вот брошенные люди в здании железнодорожной больницы. Вот и на домах появились надписи такие «Хочу выжить, мы замерзли, помогите». Вот такой крик отчаяния брошенных на произвол людей. Вот попрошу показать эти фото. Пока их нет, вот люди пытаются, понятно, в таких условиях хоть как-то согреться. И несколько пожаров уже было в городе. Даже есть жертвы. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с отоплением в городе? — Фактически отопления нет. То точечные его появления… — Да, и вот эти фото, да, перебью, извините. Да, вот о которых говорили. Да. Да, Петр, продолжайте. — Появления его в отдельных местах глобально не решают проблему обогрева мариупольцев. На самом деле не сильно появляются вот такие надписи. Появляются надписи на забор «Овключите нам свет». То есть люди, это уже отчаянный крик, по сути, да. Потому что если до того, еще в августе, можно было собраться на улице, устроить такой импровизированный митинг по ходу в оккупационную администрацию, я достаточно безнаказанно на сегодняшний день за подобные действия тех, кто организовывает подобные мероприятия, не оказываются арестованными. Поэтому люди пытаются проявить свою позицию, высказать свой крик о помощи хотя бы вот в такой способ. К сожалению, это тоже не работает, потому что вот эти вот фото с замерзающими людьми, с вывешенными и с расписанными призывами закончилось тем, что буквально в пятницу к ним прислали очередного российского подрядчика, который сказал, что это не его объект, и все, чем они могут помочь, это бить пленкой окна. Обили пленкой окна и, в общем-то, пропали. По сути, возвращаясь к ветрам, пленка живет в мариупольских окнах до недели. Ну и глобально это не решение проблемы с теплом. Поэтому город к зиме не готов, город к зиме уже и не будет готов. И это просто невозможно. И на самом деле нужны оперативные решения, какие бы они ни были, вплоть до эвакуации людей, для того, чтобы обеспечить их теплом. Но это не принимается. Кроме того, пытаются решить проблему еще одним типично российским путем, не очень мимым. Это завозят электрообогреватели. В результате мы наблюдаем, что горит проводка. Проводка, горят провода даже на улицах. В результате выключается электрообеспечение целыми кварталами, выключается надолго. И это еще не весь город обеспечили электрообогревателями. Городские оккупационные власти уже рекомендуют не более одного электрообогревателя на одну квартиру, полутора киловаттного. При этом если его включать, выключать все остальные электроприборы. Мы прекрасно понимаем, что этих рекомендаций в принципе никто не собирается придерживаться, потому что от одного полутора киловаттного обогревателя тепла примерно нисколько для жилого помещения. Поэтому в следующем этапе мы увидим, как снова будут гореть трансформаторы, как снова будут гореть люди останутся еще и без электричества. Поэтому ситуация набирает оборотов и скатывается к состоянию марта-апреля, причем катастрофическими темпами. И была такая надпись, вот только что дети замерзли, то есть там и семьи с детьми остаются в этих холодных бетонных домах. Это вообще естественный центр города, по сути. Это не очень далеко от драматического театра. Это такое вкрапление жизни, которое осталось жить. То есть это не то место где-то на окраине, которое можно не заметить. Это происходит повсеместно, происходит в самом центре города, происходит в местах, которые временно стали центром какой-то жизни. Это массовое явление. Левый берег города, левобережный район, глобальная проблема. Частично Кальминовский район, который находится за комбинатом Ильича, тут такие названия носят в Мариуполе. Сленговый, скажем, называется там Пентагон, Украина. Абсолютно та же ситуация. Люди брошены, люди забыты. Приморский район, район Черемуши. Та же ситуация. В общем, все районы города, куда ни посмотри, за что ни возьмись. Вот подобная ситуация. Тепла нет. С электричеством проблемы, если оно есть. С водой проблемы, если оно есть. Газ настолько точечно подан из резервной ветки для запитывания, что можно тоже смело говорить, что его нет. Ну и на улице ноль. И ветер, который по ощущениям минус пять. И буквально сегодня опять очередное штормовое предупреждение по Мариуполю. Волны до 7-12 метров. То есть это ураганный ветер. Как будут люди в этот момент находиться в этих руинах, непонятно. Ну и пока замерзают в домах женщины, дети и старики. Российская армия, она все-таки занимается строительством. Только строят они линии обороны вокруг Мариуполя. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Да, в последнее время мы это наблюдаем. Теперь уже точно знаем, где и как. Два бетонных завода, которые были, ну мини-завода, собирались на территории Мариуполя. Естественно, они инонсировались как для восстановления города. Фактически в восстановлении города они участия не принимают. Но зато они в режиме 24 на 7 принимают участие в подготовке фортификационных сооружений. Частично их оставляют в Мариуполе. Это такие противотанковые пирамиды. Устанавливают их по территории от Мариуполя до села Мангуш и села Никольское. После ревизии прошлых украинских укреплений, вот примерно на этом месте их строят заново. Это где-то 30% производственных мощностей этих заводов. Кроме того, еще процентов 70% везут в направлении Запорожья, везут в направлении Херсона. Видимо, для строительства укреплений там по линии фронта. Также есть данные о том, что и со стороны северной части города с направления Валамахи тоже идет подготовка оборонительных укреплений. То есть, в принципе, россияне понимают, что в Мариуполе не навсегда, как они это не обещают кому-то. Но печально, что мы видим, что готовят, готовят, потихоньку превращают город в крепость. Не собираются они добровольно оттуда уходить. Поэтому, к сожалению, видимо, нас для Мариуполя и мариупольцев, которые остаются в городе в период котронаступления, ну, предстоит пережить еще раз не самые лучшие боевые действия, да, и пережить не самое лучшее в своей жизни. Поэтому мы постоянно говорим о том, что из города нужно уезжать, пользуясь любой возможностью. Рано или поздно фронт придвинется. И, учитывая, как ведут себя россияне в случае обороны, точно так же, как и в случае наступления, оставляя вышенную землю, ну, единственный способ людям спастись даже сейчас, да, это, собственно, выехать из города. Ну, также через оккупированный Мариуполь едет подкрепление для вражеских подразделений в район Углюдара. Можно хотя бы приблизительно называть количество того, что едет? Какая техника? Ой, сложно. Очень много едет. Техники, самой техники едет немало. Техника немножко в другом направлении не двигается. А вот живая сила и боекомплекты едут много. Идут колонны, там, по 50-60 грузовых автомобилей одновременно по нескольку раз в день вот в сторону Донецка. Мы понимаем, что это в сторону Волновахи и Углюдара. Большей частью туда, учитывая, что там точка боевых действий на сегодняшний день, везут, везут подкрепление, везут из России, везут мобилизованных, которые готовили под Мариуполем, тоже везут туда же, собственно. В обратную сторону не видим никого, чтобы кто-то возвращался в каком-то целом состоянии. Поэтому пока только эта дорога, мариупольская военная дорога, дорога в один конец для России. Ну вот в Мариуполе новый Гауляйтер, бывший мэр Иркутска. И по слухам, его привлекли из-за того, что местные коллаборанты увязли в ужасающей, даже для россиян, коррупции. Правда ли это? Да, правда. Это абсолютно правда. Причем все говорит об этом, представили его. Это был абсолютный сюрприз для местных коллаборантов, потому что они как бы еще все на месте. На их место уже назначили как минимум первого заместителя, который уже объявил, что он фактически везет весь персонал, ему необходимый, из России, из Иркутска оттуда. И что будет с местными, теперь непонятно. В общем, они там в глубоком шоке. Всего в воскресенье освобождали кабинеты. Сегодня эта история продолжается. В общем, ждем, к чему это дело приведет. Вот, опять же, для коллаборантов, ну, должны были знать, мы об этом предупреждали, мы с вами не раз об этом говорим, еще срок годности их не такой длинный. Вот оно, в общем-то, закончилось. Теперь, с одной стороны, мы запасаемся попкорном, да, как принято говорить, потому что они же теперь, как и все прочие равные мариупольцы, в том же положении оказываются без никаких плюсов. И никто их из города выпускать не собирается, собственно, да. Сейчас охрану сняли из их теплых, там, где они привыкли жить, в пансионатах, в отелях, теперь их тоже высели, там зайдут россияне теперь на те же барские условия. В общем, ситуация интересным образом развивается. Больше всего сопротивление наше внутри города радуется, теперь легче до них дотянуться, скажем, прямо. Вот, а то, что касается российского гауляйтера, тоже история интересная. Мы изучили его прошлое, безусловно, да, ну, в принципе, это конечная точка, видимо, его карьерная лестница по дороге вниз, потому что он сначала из Москвы оказался в Якутске, в Иркутске, ну, в этом крае, да, и там все было не очень хорошо и с результатами его деятельности, и, в принципе, с карьерной лестницей. Многие связывают его с местным криминалитетом, там, среди оленеводов, грубо говоря, да, то есть, поэтому посмотрим. Ситуация в Мариуполе будет развиваться, безусловно, интересно. Мы не ожидаем, что что-то изменится с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения работы или, там, улучшения жизни для мариупольцев, потому что странным образом местные управленцы, скажем так, не влияют, да, не оказывают влияние на строителей, на выбор, там, очередности сноса, стройк и так далее. Поэтому этот хаос, он, как был, так и будет продолжаться. Ну, просто сменят, собственно, да, очередного ЦАПа, ведь бывало на россиянина, посмотрим, насколько его хватит. Готовимся, понятно, что следующий Ивашенко, непосредственно, пока он функцию говорящей головы еще будет исполнять, думаем, что как после точки полного... Ну, срок годности тоже подходит к концу. Ну, конечно, кто-то должен быть виноват. Понятно, кто в провале подготовки к отопительному сезону, будет виноват он, но мы не удивимся, если закончится дело арестом, бывает и такое, да, показательное, что, мол, Россия не прощает тех, кто ворует и кто не готов. Вот такую показательную акцию вполне могут устроить. Тогда новый россиянин выйдет на точку, собственно, уже номер один, но пока наблюдаем, да, точно закончится плохо это для всех. И для россиян, и для коллаборантов, и вопрос времени, то есть обратный отчет уже полностью запущен. И пока российская оккупационная власть справляется с зачисткой лучше, чем мы, ну, в принципе, с нашей точки зрения, какая разница, кто будет восстанавливать справедливость на данном этапе. Вот в одном из последних интервью Путин заявил, что Мариуполь, древний русский город, там есть еще над чем поработать. Ну, мы уже, да, видим, на чем они поработали. Вот целые кварталы стерты с лица земли, братские могилы на несколько километров, люди, которые умирают от голода и холода. На чем еще они собрались поработать? Не все украли. Не весь металлолом вывезен, вырезан, да, не все дома до конца разрушены, не все украинцы депортированы. Ну, там есть еще над чем работать русскому миру, на самом деле, да, так как он... Собственно, вся история России и Мариуполя, она тесно связана с депортацией, голодомором, по сути, и, собственно, все. Больше ничего Россия не принесла в Мариуполь ни за период империи, ни за период Советского Союза. Если так разбираться, весь расцвет Мариуполя и промышленный, в первую очередь, он пришелся, это, завод Никополь Провиданс, да, нынешний комбинат Альича, который уцелел хотя бы. Он же построен англичанами, этими самыми англосаксами, которых так ненавидит Российская империя. Потом украинцами, потом следом за ним пришел советская власть, перевезла туда россиян вместе с продразверской, с голодомором, собственно. Ну и так дальше, шаг за шагом двигались, собственно, истребляя украинскую историю, насаживая русскую, последний чудом, пока еще не уничтоженные памятники в результате нашего странного общения между официальной украинской властью Мариуполя и оккупационной. Это вот, если возвращаться к истории, да, на территории Мариуполя находится исторический курган, где это называется, который датирован пятым веком до нашей эры, он ровесник египетских пирамид. Это к вопросу о российской истории, да, если возвращаться. При Советском Союзе он был значительно поврежден. В результате строек сейчас, собственно, россияне собираются вообще его снести полностью, застроив микрорайон. Пока приостановились, но к чему придет непонятно. Ну и опять же, да, российская история. Украинские куинджи, родившиеся у нас и украденные из Мариуполя, картины пропали. Все историческое наследие пропало, разворованное из краеведческого и художественного музея, растворившееся сначала в Донецке, а теперь, по нашей информации, уже гуляющая где-то в районе Санкт-Петербурга. Поэтому вот оно, историческое наследие России. Руина, уничтожение и мародерство. 15 семей в Мариуполе получили ключи от новых квартир в Приморском районе. С остальным новым жильем проблема. Какие-то вроде бы дома даже построили, а люди не селятся. В чем там дело? Потому что доделывают. Потому что есть две проблемы. Первая проблема – качество. Люди заезжают, ключи получили, дома не готовы. За ними следом идут прорабы и фактически там заново переделывают эти ремонты. Поэтому, по сути, все новые кварталы, даже самые распиаренные российской пропагандой, он не заселен на сегодняшний день. Вот эти новые дома – это те самые бетонные курники Путина, курятники, о которых мы говорили. Вот первые 15 семей ключи получили. Будем надеяться, что они заедут. Собственно, хоть как-то кто-то от чего-то будет спасаться от холода. Вот об этом речь в квартале. До сих пор не заселен. Большое количество ключей, ордеров повыдавали. Никто не живет. Тот, кто уже был там, говорят, качество, мягко скажем, не соответствует ожиданиям. Поэтому, кроме того, посредине вот этого самого квартала, который мы сейчас видим, буквально несколько дней назад, россияне загнали, установили систему противовоздушной обороны. И оттуда были уже вылиты системы работы, системы противовоздушной обороны, практически посреди квартала. Естественно, после этого в Мариупольсе не горят желанием туда заезжать, потому что все понимают, что если система ПВО откуда-то работает, то рано или поздно туда может и прилететь ответный удар. А остаться в ответном ударе в новом квартале, в котором нет даже подвалов, не говоря, бомбоубежище, в Мариупольсе достаточно опыта. Поэтому стоят пустые на сегодняшний день. Как ни странно. Ну и вот в то же время оккупанты показали свое большое достижение, открыли подземный переход. Вот на кого вообще рассчитаны такие бодрые новости из разрушенного города? Не знаю. Знаете, еще один ответ без вопроса. Вот на кого? Да, вот это видео. Кто должен радоваться тому, что полностью разбитый переход, спаленный. Еще один символ утраченной жизни, бизнес-жизни, вообще жизни мариупольцев. Вот превратили в такое, и этим хвастаться. Но это уже извращенная логика, собственно, оккупантов, если честно. В том числе пропагандистов, которые живут в городе, кто перешел на сторону. То ли они действительно уже перестали замечать свои собственные реальности, в которой они находятся. То ли в этом угаре пропагандисткам готовы, не знаю, у каждой броши поднятая окурок, да, превращают в победу, собственно. Ну да, скоро зебру нарисуют, да, и сделают. Уже было. Было? Вы уже пропустили. Уже было, да. Нанесение зебры уже было, повеленные бордюры уже были. Это давно. Это каждый шаг. Это вот просто победа. Просто забыли, что еще год назад в этом переходе, вот фактически, да, история подземного перехода, бизнеса, диалога с властью, буквально вот год назад нашли наконец точку соприкосновения с мариупольским бизнесом, долгими переговорами. И должна была с этого года начаться реновация подземного перехода совершенно в иное пространство, современное, открытое, смесь такого бизнеса и каворкингов. Ну, в общем, должна была быть еще одна такая точка притяжения в Мариуполе, собственно. Это единственный подземный переход с советских времен. Честно говоря, непонятно, зачем построен. Ну, тоже вот в такой гонке за какими-то победами. Ну, нет больше никакого смысла логистического, как минимум. Поэтому, ну, вот теперь вот имеем, что имеем. И да, это подается вот как огромное достижение новой мариупольской власти. Вот жизнь вернулась. Вот оно, восстановление Мариуполя. Видимо, во всей красе. Ну, и вот они обещали еще наладить работу трамваев, да? Но с учетом того, что осталось от депо, как побит весь транспорт, это вообще возможно сделать? Вы верите в это? Ну, вот, кстати, и фото. Ну, в моем случае я-то знаю, что это невозможно. Здесь же не вопрос веры. Здесь вопрос техники, логистики, инженерии. Для того, чтобы, в принципе, восстановить трамвай в городе Мариуполе, как минимум нужно поменять на сегодняшний день, собственно, несколько сот километров трамвайного полотна после проведения боевых действий. Это не говоря там об электропроводке, проводах и так далее, и так далее. И о ценных трамваях, собственно, да? Но то, что мы видим в депо, то же самое, например, я уже говорил, о Кальмюнском районе, о части Кальмюнского района по улице Мамина Сибиряка, который находится за комбинатом Лича. Там вот такие вот трамваи усеяно, прямо трамвайное полотно. Но вот они в таком состоянии стоят посреди улиц по сегодняшний день. Ну, собственно, еще одно обещание, которое в мае было громко дано, что до конца года будет точно запущен как минимум один трамвайный маршрут. Тогда мы еще говорили, что это невозможно. По целому просто это безумные деньги, в этом спорная необходимость. Ну и не говоря уже о способности восстанавливать что-то, в принципе. Вот видим еще одно, в кавычках, выполненное обещание россиян. Ими усеян весь город, поверьте. Такими обещаниями ничего нового, просто Российская Федерация. Ну и вот гуманитарная помощь, которую выдают людям. Вы сказали, что это просто издевательство. Вот фотопродуктов вы показали на своей странице в соцсетях. Расскажите, пожалуйста, что они там выдают. Вот 4 пачки макаронную, какая-то непонятная законсервированная селедка, пачка масла, мука и сахар, собственно. Вот это должны люди прожить месяц на один человек. Это предназначено на месяц. Это на месяц, да. На месяц, да. В принципе, прожить как бы можно в глубокой теории. К этому стоит добавить, что это же социально незащищенные слои. То есть это все те же старики, пенсионеры в первую очередь. Да, которые должны сначала как-то приготовить это на открытом огне на улице. Потом как-то на этом прожить, как-то не умереть. Понимаем, да, состав потребления с точки зрения калорий, с точки зрения витаминов, с точки зрения того, чего, в общем-то, необходимо людям для выживания. И стоит, ну, опять же, вернуться. Да, этим живут люди, начиная, по сути, с апреля месяца. Ага, там, с конца марта. То есть результат понятен и результат очевиден. Сегодня очередной раз мы работали с международными журналистами, да. Видим результат этот сегодня на BBC. Лично в том числе я работал с журналисткой, которая выпустила материал. Видим Росмогил сумасшедший. Он не останавливается. Люди продолжают умирать просто в катастрофических объемах. Если вернемся, опять же, в прошлое, вспомним, как мэр Мариуполя, как Вадим Боченко говорил еще в июне, что если гуманитарная ситуация не начнет улучшаться нормальными решениями, то мы к концу года потеряем до 10 тысяч мариупольцев уже просто, скажем так, кавычках, да, естественной смерти. Вот видим, растут могилы. И, в принципе, мы к этой цифре стремительно приближаемся. Это тот самый случай, когда все мы бы хотели с точки зрения прогнозов нашего города ошибаться. Я был бы рад ошибаться в каждом прогнозе, который мы сделали. К сожалению, мы видим подтверждение своим словам каждый день, месяц за месяцем. Поэтому, поверьте, Новый год в Мариуполе – это будет новая катастрофа. В медицине полная катастрофа банального. Нет лекарств противостолбняка. Обсуждаемый вопрос. Вот резонанс города Мариуполя на вчера. В середине города, даже на пророссийских пабликах. Стая собак напала на Мариупольца, искусала. Его там заштопали. Нет уколов от столбника. Собственно, сказали, ну, надейся, что собаки были здоровы. Как они могут быть здоровы? Ну да, если это стая, которая живет на улице. Ну да, и они очень агрессивные. Никто ничего не решает в этом вопросе. Собаки сбили стаи. Их очень много. Ну, мы должны понимать, что значительной частью собаки в определенный период, ну, чем они питались? Да, на улицах усеянных трупов. Даже страшно представить, да. Ну да. Единственное, что в итоге сделали россияне сегодня в город, заезжает из Новосибирска целая бригада, которая будет бороться с грызунами наконец-то, да, как бы дезорацию проводить. Но если дошло до этого, то мы понимаем, какая составляющая, в том числе с грызунами, зима с полей мыши, опять же, бегут, не говоря уже о крысах, которых уже давно не видели в Мариуполе появились. Собаки с таями. Ну, это страшно. Город, который умер, по сути, на сегодняшний день в цивилизованном понимании города. Пост-апокалипсис – это вот реальность Мариуполя, к сожалению. Да, к сожалению. Спасибо вам огромное за последнюю информацию, за ваши комментарии. Спасибо. И я напомню, Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, был с нами на связи. Спасибо, Петр. Спасибо вам.